Территориальная подсудность. Территориальная подсудность является важным элементом для систематизации деятельности суда. Она дает возможность разделить юрисдикцию судовых систем различного уровня и дать точный прогноз места, в котором будет рассматриваться поданный иск. Более подробную информацию можно узнать, прочитав эту статью. Кратко, как определить подсудность. Определение подсудности является достаточно сложной процедурой. В целом она является институтом УП, который служит для точного и систематичного места рассмотрения исков в ределах России. Также благодаря ей разграничиваются полномочия звеньев судебной системы. В целом она подчинена следующим правилам. Процесс ведется судом, которому подведомственно территория, где было совершено преступление. В условиях, когда рассматривается иск, затрагивающий территорию сразу нескольких судебных органов, его берет и к которому относятся наибольшее число совершенных правонарушений, при условии, что разбирается вопрос, касающийся правонарушений, совершенных за пределами страны или одной из лиц дела проживает за границей. Он передается суду, относящемуся к месту, где проживает одной из лиц, участвующих в деле. Территориальная подведомственность Дополнительная информация При условии, что потерпевшей стороной является россиянин, а ответчик имеет гражданство другой страны, дело рассматривается мировым судом. Т.П.В. Гражданском процессе и ее виды Чтобы научиться безошибочно определять, куда следует подать тот или иной иск, нужно ознакомиться с видами подсудности. Общий этот вид общего института юриспруденции нужно отнести к местонахождении ответчика, независимо от того, частное это лицо или юридическое. При этом под местом жительства может подразумеваться не только место регистрации, но и адрес фактического проживания. Необходимо учесть, что для физического лица постоянным адресом может служить частный дом, квартира, адрес работы или офис и т.д. А для юридического лица это место государственной регистрации. Ссылаясь на него, следует точно перенести информацию с учредительных документов юридического лица. Подробнее об этом можно узнать в Гражданском кодексе «Стакан. 52 п. 2». Это относится не только к частным фирмам, но также к государственным организациям и органам управления. Место их нахождения должно устанавливаться в согласии с существующими правовыми актами, но при отсутствии соответствующей информации. На них следует указывать фактическое место пребывания организации. Виды «Альтернативная по выбору ИСА». Территориальная подсудность гражданских дел также включает в себя альтернативную, согласно которой заявление может быть подано в один из нескольких доступных органов на выбор. При этом на решение пострадавшей стороны судебная система повлиять не может. Но, обратившись единожды в выбранный орган, уже невозможно ходатайствовать об изменении вида рассматриваемого дела. Исключением являются лишь случаи, когда первое заявление на рассмотрение дела подавалось без ведома потерпевшего. Исключительное под исключительным подразумевается вид подсудности, определить который можно согласно стакану. Тридцати гражданско-процессуального кодекса, по которому подобные заявления рассматриваются в строго определенном суде. Следует отметить, что этот вид обстоятельств конкуренции с другими всегда остается в приоритете. Процессуальное законодательство предусматривает ряд случаев, в которых используется именно исключительная подведомственность. Примером таких, согласно с одного часа, 30 стаканов ДБК, являются иски о правах на землю и недра, связанные с водными объектами или лесными участками. Владение многолетними насаждениями и зданиями в малозаселенных местах, а также сооружения, связанные с землей. Дела о сельскохозяйственных помещениях и прочее. Очевидно, что подобные дела должны рассматриваться органом, который находится в непосредственной близости от объекта. Таким образом, можно повысить объективность вынесенных решений и компетентность в рассматриваемых вопросах. Также вся необходимая документация будет предоставляться с максимальной оперативностью. Т.Р. Разновидность заявления с прошением освобождения любого имущества, находящегося под арестом, всегда подаются по адресу его расположения. При необходимости исключить из списка по ошибке занесенное под арест имущество также следует обращаться в местный орган. Кроме того, под эту категорию подпадают все заявления о рассмотрении дела, связанного с кредиторами по вопросам наследования дела, об открытии наследства и прочие. Местные органы рассматривают и дела, связанные с нарушением договоров по перевозке. Договорное законодательством Российской Федерации предоставлено возможность сменить территориальную подсудность. Также это возможно сделать с альтернативной подсудностью, но при условии, что потерпевшая сторона придет к единому договору с ответчиком. В данном случае становится возможным заключение письменного соглашения по выбору альтернативного арбитражного суда, который будет рассматривать дело. Обратите внимание, следует учесть, что осуществить это можно при договорной подведомственности, в исключительной совершить замену невозможно. Подсудность о связи дел Последним видом данного правового института является подсудность о связи дел, которая определяется местом рассмотрения иного заявления. Согласно законодательству, она может быть применена в следующих случаях. Потерпевший подает иск, затрагивающий сразу нескольких ответчиков, проживающих в разных местах страны или зарубежном. В таком случае дело должно быть передано по адресу одного из участников по выбору заявителя. При подаче встречного иска или протеста он будет рассмотрен судовой инстанцией, изначально ведущей это дело. Заявления третьей стороны, которые выдвигают самостоятельные требования относительно рассматриваемого дела, передаются в суд, занимающийся первоначальным иском. Обратите внимание, примером последнего пункта может являться предъявление гражданского дела, которое касается уголовного судопроизводства. При этом им будет заниматься суд, ведущий это уголовное дело. Основные признаки правильное определение подведомственности гражданского дела. Перед тем, как отнести свое заявление в суд, следует тщательно изучить вопрос, как определяется подсудность. Эта задача ложится на плечи именно потерпевшей стороны, а в случае ошибочного определения иск возвращается заявителю. Подсудность, установленная законом, разделяется на определенные виды и систематизирована ГБК РФ о том, какие дела рассматривает. Мировой судья можно узнать из 23 статьи. 24 статьи затрагивает полномочия районных городских судов. Судебные системы субъектов, входящих в состав РФ, это стация 26. А о Верховном суде РФ написано в 27 статье. Обратите внимание, существуют специальные органы, рассматривающие иски узкой направленности. Подробнее в 25 статье Гражданского процессуального кодекса. Куда подавать иск, если неизвестно нахождение ответчика? Часто встречаются вопросы о том, куда подавать иск, если место жительства ответчика неизвестно. В этом случае нужно обращаться в уполномоченный орган, расположенный по месту нахождения имущества ответчика. Также можно подать заявление на рассмотрение арбитражного суда, расположенного по последнему известному адресу проживания, но при условии, что он находится на территории страны. Эта статья помогает определиться с выбором вида правового института, но следует помнить, что часто дела претерпевают объединение и рассматриваются в совокупности. То есть, здесь приведены общие черты, которые имеют ряд нюансов и могут быть объяснены квалифицированным юристом.